Что такое спот-контракты на классических рынках и биржах криптовалют? И для чего они вообще нужны? И как их отличить от сделок в обменниках? И каким образом происходит демпинг цен на сырье? Разберем на историческом примере с немецким и американским бромом. Вот об этом всем и многом другом мы сегодня и поговорим. Приятного просмотра! Здравствуйте, Эдуард на связи и мы с вами уже разобрались, как устроены биржи. И если вкратце, то лимитные ордера формируют рынок, а рыночные ордера исполняются за счет лимитных и двигают цену. Вверх или вниз. А ордер это такой приказ на покупку или продажу каких-либо контрактов какого-либо актива. И в прошлом видео я говорил, что контракт это количество товара, по которому рассчитывается цена. И так мне было проще объяснить механизм формирования цены. Но если копнуть немного глубже, то контракт также описывает условия сделки. Ведь один и тот же товар можно торговать несколькими различными контрактами. И сегодня мы рассматриваем самый простой способ торговли, а именно спот-контракт. Но прежде чем мы продолжим, я хотел бы сообщить вам о крутом финансовом проекте, который называется EXO, который стартует 28 сентября. То есть уже сегодня. И этот проект представляет собой криптокошелек, храня свои криптовалюты, на котором вы можете получать дивиденды в токенах EXO, которые от сегодняшнего дня начнут солидно дорожать. И наша команда Digital Nation сегодня занимает лидирующие позиции в этом проекте на просторах СНГ. И у нас сильная спонсорская линия, которая позволяет нам иметь связь с руководством, что также очень важно. А еще мы предоставляем своим партнерам эксклюзивную интернет-платформу для обучения заработку и, собственно, для заработка в интернете. А более подробно с проектом EXO вы можете ознакомиться в моем текстовом обзоре и инструкции, которую я писал в моем телеграм-канале и в отдельной статье. Ссылки на которые я оставил в описании к ролику, а также уже делал краткий обзор в одном из своих прошлых видео. Вот оно, кстати, в подсказках вылазит, здесь или здесь. Так что я советую вам его к просмотру. Так что знакомьтесь с новым проектом, присоединяйтесь и, главное, зарабатывайте. Ведь такие возможности появляются далеко не каждый день. Ну а теперь уже давайте вернемся к нашим торговым спот-контрактам. И вообще, контракт это стандартизированный финансовый инструмент. Но картошка не может быть стандартизирована. Ведь каждая картофелина чем-то отличается от других. И поэтому для серьезной торговли картофелем используются стандартизированные контракты. Где в спецификации контракта должен быть указан базовый актив, количество товара, минимальный шаг цены и, само собой, срок его поставки. И давайте, наверное, разбирать по порядку. Базовый актив это указание, что именно торгуется. Вот, например, японская иена, золото в слитках или, скажем, нефть в цистернах. А количество товара в одном контракте описывается для разных товаров по-разному. Ну вот, например, для валюты это сумма валюты на продажу, для золота это унции, для нефти, соответственно, баррели. И минимальный шаг цены это ступени стакана ордеров. И часто на классических биржах, в отличие от криптовалютных, указывают шаг в 10 центов, чтобы не захламлять книгу ордеров предложениями за 1 доллар и 1 десятитысячную цента. И минимальный шаг цены рассчитывается от начальной стоимости контракта, чтобы обеспечить плавные колебания цены в процентах. Ну и, соответственно, срок поставки это срок, в течение которого актив должен быть покупателю доставлен. И в спот-контрактах доставкой может быть только доставка сегодня, то есть today, завтра, tomorrow или же послезавтра, он же спот. И эти дни указываются в банковских днях, то есть выходные и праздники тут не учитываются. И эти все спецификации упрощают поиск лучших предложений на покупку и продажу, где каждый участник биржи объявляет свою цену на контракт на картошку, и их предложения сортируются и переходят в стакан ордеров. И получается, что между контрактом на тонну картошки за 100 долларов и таким же контрактом за 120 долларов единственная разница в цене. И при этом нормальный спот-контракт имеет силу обычного контракта на поставку товара, заключенного между двумя компаниями. И так, если покупатель покупает спот-контракт на тонну картошки, он действительно хочет получить эту картошку. А продавец контракта обязуется само собой доставить картофель покупателю. И покупатель не может перепродать именно этот контракт. И таким образом, главное отличие спот-контракта заключается в обязательной реальной поставке товара. И спот-контракты есть на все виды сырья, то есть на продукты питания, на металлы, на нефть, древесину, песок и в общем на все, что можно использовать в реальном производстве. Все это можно купить и на бирже через спот-контракт. И спот-контракты на криптовалюты используются практически на всех популярных криптобиржах. Ведь покупая там эфир, вы действительно получите эфир на свой кошелек. И вы затем сможете перевести этот эфир на холодный кошелек или по-другому использовать эти монеты. И после сделки они просто ваши, ведь вы их купили и получили. И криптовалюту, само собой, лучше покупать через спот-контракты на биржах, а не на обменниках. Потому что обменники берут большую комиссию за обмен криптовалютой. А комиссия специализированных бирж обычно в несколько раз меньше, а выбор монет для покупки намного больше. И единственный минус заключается только в том, что большинство бирж не принимает фиат. И исключение тут составляют такие биржи, как Кракен или Полоникс. Ведь там баланс можно пополнить с карты, пусть и не всегда с низкой комиссией. А вот в остальных случаях придется все-таки сначала покупать криптовалюту за фиат на обменниках. И уже только потом заряжать ее на бирже для начала торгов. И отличить биржу со спот-контрактами от обычного обменника достаточно просто. Так обычный обменник продает вам свои собственные монеты, а вот биржа же становится просто посредником между покупателями и продавцами. И если на бирже можно прямо купить крипту, и при этом есть стакан ордеров и лимитные ордера, то значит, что тут торгуются спот-контракты. В мире фиата споты очень широко используются на валютном рынке. И так как спот обязывает продавца поставить товар в срок, то с помощью спотов намного удобнее торговать чем-то, что можно передавать через интернет. И таким товаром сначала были валюты, а теперь уже и крипта. И давайте, наверное, уделим минутку истории. Так в начале 20 века американский предприниматель Герберт Доу разработал новый способ получения брома. И бром тогда использовался в производстве пластика, нефтепереработки и медицине, и приносил неплохую прибыль тем, кто умел его добывать. И Доу придумал, как получать бром при помощи электролиза, минуя химические реакции с дорогостоящими реактивами. И таким образом бром от Доу стоил 36 центов за фунт, а немецкий 49 центов. И тогда немцы решили демпинговать цены, то есть продавать бром себе в убыток. И что-то, кстати, похожее происходило несколько лет назад с ценами на нефть, когда демпингом нефти занялась Саудовская Аравия. Так вот, немцы тогда начали продавать бром по 15 центов за фунт, и они были уверены, что их финансовые резервы помогут пережить убыточный период. А за это время американец просто обанкротится. После чего немцы либо купят у него технологию, либо перестанут прижимать цены на бром. И они выставляли на американских биржах спот-ордера на продажу брома по 15 центов. И таких ордеров было очень много, из-за чего покупки по рынку не могли исчерпать предложения. И все, кто продавал бром дороже 15 центов, не могли рассчитывать, что их бром вообще когда-нибудь кто-нибудь купит. Но Доу не растерялся. Он взял кредит и начал скупать весь дешевый бром немцев. И он быстро выбирал все спот-контракты на бром по цене 15 центов и доставкой на второй день. Затем бром доставляли на специально купленный склад, и уже там рабочие Доу переливали бром в его цистерны. И готовили к доставке, и тут же выпускали на биржу соответствующие споты. И такой немецкий бром от Доу продавался по 25 центов. Поэтому Доу попросту опустошал заявки на продажу брома за 15 центов. И такой немецкий бром за 25 центов оставался самым дешевым на рынке США. А немцы все никак не могли понять, кто же все-таки продает бром дешевле, чем Доу. Но радовались, что покупают их демпинговый товар. И желая ускорить финансовую кончину американцы, они опустили цену еще ниже, аж до 10 центов, что позволило Доу покупать еще больше брома. И год спустя такого безумия немцы закончили демпинг, и очень сильно удивились тому, что бром Доу не исчез с рынка, а их предложение по 49 центов вообще не пользовалось спросом. Ведь покупатели привыкли к дешевому брому и не желали платить на 30% больше за один только шильдик сделан в Германии. А сам Доу на этом очень хорошо заработал. И позже пользовался своим приемом и на других рынках. И сейчас демпинг запрещен на всех цивилизованных рынках. Однако термин пошел в народ. И сейчас резкое падение цены на что-либо называют дампом, а быстрый взлет пампом. И дамп, и памп должны заканчиваться быстрым возвратом к предыдущим ценам. И дампы, и пампы часто встречаются на рынке криптовалют. Ведь криптовалюта, по сути, спекулятивный дикий запад без особых регуляторов и строгих правил спекуляций. И тут я, как всегда, хочу сказать вам спасибо, что посмотрели это видео. А в следующем видео я буду рассказывать о самом популярном спекулятивном инструменте. О свопах и о менее популярных фьючерсах и всеми забытых опционах. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А также делитесь ссылками с друзьями и не забывайте задавать вопросы в комментариях. Ведь я обязательно вам отвечу. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok